Ивановские сетевики еще не решили, чем заменят санкционные турецкие продукты. Этот и другие вопросы обсуждались в среду на заседании оперативного штаба по мониторингу конъюнктуры продовольственного рынка региона. На сегодняшний день ситуация в сфере стабильная. На молочную продукцию зафиксирован как рост в ряде случаев, так и несущественное, но все-таки снижение. При этом необходимо отметить, что холдинговой компанией «Аполли» с 1 ноября 2015 года был официально заявлен рост на молочную продукцию на 3%. Вологодским молочным комбинатом с 11 ноября 2015 года на 3,6%. Останкинский молочный комбинат с 6 ноября 2015 года тоже заявил о плановом повышении цен, но конкретное значение роста не обозначил. Рост цен на масса сливочная до 18% вне стационарных торговых объектов объясняется в том числе ростом цен на 7% на продукцию, поставляемую предприятием «Экомилк». В октябре заявленный рост цен на продукцию данного поставщика составил 10%. Единственным товаром бакалейной группы, по которому произошел рост цен, стала мука пшеничная первого сорта. В магазинах федеральных сетей ее стоимость увеличилась более чем на 12%, на рынках – на 23%. Цена на белый хлеб снизилась, на ржаной – наоборот. Рост составил от 1 до 9,5%. И это еще не предел. У производителей просто нет выбора, кроме как поднять цены. Как быть нам, переработчикам, когда за последний квартал ржаная мука подорожала на 20%, и это только начало этого роста. Тенденция январь-декабрь еще плюс 10-15%. Ржи фактически в России нет, сырья нет. Сейчас трейдеры бегают с мешками денег и предлагают любые деньги, чтобы купить рожь. Поймите нас тоже правильно, когда мы выходим к вам, к сетям, и просим рассмотреть нашу проблему с ценой на ржаные сорта. Вы нам говорите отказ, либо называете те цифры, которые для нас неприемлемы. Что нам делать? Сокращать производство, сокращать сотрудников, чтобы поддержать эту цену. Поймите нас тоже правильно. Тенденция идет только в рост, и другой ситуации не будет. Среди плодовочной продукции снижение цен зафиксировано на морковь, томаты, апельсины, мандарины и яблоки. Выросли цены на белокочанную капусту и сладкий перец. Необходимо отметить, что рост цены на плодовочную продукцию как напрямую, так и косвенно через спекулятивные механизмы может повлиять и введение продуктовых санкций на возимые из Турции фрукты и овощи, а также введение платы за проезд по федеральным дорогам больших грузов. В этой связи, уважаемый Евгений Геннадьевич, прошу дать протокольное поручение администрациям городских округов и муниципальных районов Ивановской области держать на контроле, на особом контроле ситуацию с необоснованным спекулятивным ростом цен, вызванным введением санкций на турецкие фрукты и овощи. С января 2016 года под запретом в России фрукты, овощи, мясо и прочие продукты турецкого происхождения. Задача правительства региона в этой ситуации не допустить скачка цен. У торговых сетей есть месяц на то, чтобы переориентироваться и найти других поставщиков товаров, которые ранее закупались в Турции. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.